Добрый день, Архат Махтарович. Здравствуйте. За последнее время в Астане произошли очень масштабные перестановки в верхушке и вообще во всей системе организации власти с точки зрения персоналей. У меня к вам такой очевидный вопрос. Что это означает? Прежде всего я хочу сказать, что большое влияние на Назарбаева оказались события в Крыму, аннексия России и Крымского полуострова. И это было недвусмысленно показано Назарбаеву. В случае, если он будет проводить какую-то политику выстраивания так называемого многостороннего вектора без консультации с Кремлем, то его может ожидать такой же сценарий, как и с Украиной. И в связи с этим он отменил планы по проведению парламентских так называемых выборов досрочных, которые он планировал осуществить до подписания евразийского вот этого договора. В связи с этим он только поменял главу правительства. Но мы знаем, что в Казахстане при таком диктаторском режиме глава правительства это номинальная фигура. Практически это можно сказать, что это помощник чабана по кабинету министров. Потому что мы все прекрасно знаем о том, что ни одно решение в Казахстане не проводится без одобрения и без приказа самого Назарбаева. Он после этих событий резко дал команду руководителю администрации, правительству, чтобы не провоцировать Кремль. Он забыл уже о своих идеях о переименовании Казахстана в Казахию или в Казахии по типу Монголии. И вообще дал указание не поднимать никаких, не субсидировать, не финансировать, не оказывать никакой помощи так называемым нацпатриотам или, можно сказать, на украинский лад, это Назарбаевским тетушкам. Поменял только главу правительства, но это ничего не означает в нашей политической системе. Потому что все проблемы упираются только в Назарбаева, о том, что доверяют только своему узкому кругу и в первую очередь только на тех близких людей, которые проверены на преступлениях, на убийствах, на крови наших граждан. А Масимов, как мы знаем, в 2011 году он активно принимал участие в расстреле, давал указания, осуществлял правительственную поддержку министру внутренних дел, председателю КНБ, министру обороны для осуществления так называемой вот такой кровавой бойни в Жан-Олзине в декабре, 16 декабря 2011 года. Что касается передвижения Нигматулина, руководства администрации президента, это, конечно, повышение для него, потому что в Астане действует принцип «тот, кто ближе к телу, тот больше имеет власти». И руководитель администрации, фактически это его как тень. Хотя он находится в тени, но все нити государственного правления, все приказы осуществляются через него. И в нужный момент Назарбаев может его или повысить, или отдалить, или зачистить его, как это было с Мусином, то, что он его отправил послом в Хорватию. Ну и, конечно же, он, Назарбаев, сделал как бы реверанс в пользу своей дочери, моей бывшей супруги, Даригин Назарбаева, как бы компенсацию за семейный развод. В 2007 году по его приказу он ей дал морковку в качестве, назначил ее заместителем спикера, мажориста парламента. То есть, с вашей точки зрения, это всего лишь морковка выданная Даригина Назарбаева, а не попытка установить контроль над партийной фракцией Нуратан в парламенте, и вообще над партией в момент семейной контроля. Вы знаете, я 25 лет знаю Назарбаева, и я прекрасно понимаю, и все это видят. Он не сможет обмануть ни международное сообщество. Он только может через свою государственную пропаганду промывать мозги казахстанцам. Но то, что он никому не даст власти, и возможно, чтобы снять накал критики международного сообщества, он может пойти на конституционную реформу, сделать страну парламентской. Но мы прекрасно знаем, что из его коррумпированных денег он финансирует и содержит партию Нуратан, свою карманную партию. Через этот парламент он свободно может контролировать любого премьер-министра. Любое решение партии о смещении лидера автоматически будет означать смену премьер-министра. Ну и в рамках этого он, конечно же, будет сбалансированно подходить. Сам может удалиться, чтобы его не обвиняли в экономических и финансовых ухудшении положения казахстанцев. Как это было при девальвации. Вспихнуть все проблемы якобы как ящерица на свой хвост, на премьер-министра, на председателя Матбанка, на других. А самому быть в качестве арбитра. Это вот проверенный коммунистический принцип. Сталкивать лбами противников, а самому находиться не в ринге, а над рингом в качестве решения. Вот эту систему, которую вы сейчас описали, можно, конечно, называть коммунистической, но она мне больше даже напоминает систему, которую обычно мы называли хунтой. Когда очень небольшая, очень узкая группа лиц, с очень конкретными, даже я бы сказал, финансовыми интересами, управляет всей системой ключевых политических решений, в том числе и в особенности кадровых, используя родовые принципы, используя какие-то родственные принципы. И можно ли вот эту систему сравнить вот так вот с нынешней казахстанской системой принятия решений? Ну, это не только можно, это подтверждено и запротоколировано. Это во всех международных и в правительственных, и во всех отчетах это запротоколировано, что Казахстан является авторитарным государством во главе с Назарбаевым. И что я бы не сказал, что это происходит как бы узким кругом, это правит только один человек. И один человек принимает решение. Другое дело, советуется он с кем-то, конечно, по предыдущим, вот и от той информации, которую я получаю, он советуется с ближним окружением, это как минимум 2-3 человека по конкретному. Особенно если это касается кадровых вопросов, то он советуется с двумя-тремя человеками принимать решения. И, как правило, он это делает не на фоне конфликта, а сразу после конфликта. А для конфликта он использует и черный пиар, и с помощью так называемых подконтрольной оппозиции, чтобы дискредитировать в первую очередь какого-то руководителя того или иного, а потом его тихо убрать. И я считаю, что в наших условиях, ну, одно ключевой урок Назарбаев получил от событий в Украине, что и в Кремле ему дали понять, что вопросы наследования там или преемника, это все будет согласовываться с Кремлем. И все это будет основываться на воле изъявлений, так скажем, голосовании, выборности нового лидера Казахстана. А что, с вашей точки зрения, Кремлю дает силу для вот подобного рода указаний? Почему они могут такие указания давать Назарбаеву? Ну, прежде всего, в Казахстане многонациональный народ, и казахи только-только сейчас начали превалировать от русскоязычного населения. И мы все прекрасно понимаем, что в северной территории так или иначе в большинстве своем проживает русскоязычное население. Я имею в виду украинцы, русские и другие. И в случае, если будет вектор Назарбаева пронационалистический, а он его проводит, он стремится делать его по типу Узбекистана, где выдавливаются русские из государственного аппарата, прежде всего из правоохранительных органов, из секретной службы, из КМБ. Эта политика проводится, и замещение чревато тем, что пустота, как правило, заполняется чем-то. И заполняется она может только выходить из Китая или из Средней Азии. Но это больной вопрос для Назарбаева. И так как доминирование информационного пространства почти 90% — это русские телеканалы и российские масс-медиа, и это показывает примеры Украины. В этом случае, конечно же, но это не означает, что будет какое-то обострение. Это просто в случае, если Назарбаев будет метаться, и что он и делает, почему он это делает. Потому что у него часть активов есть и в Европе, и в Америке. И чтобы обезопасить от санкций, от каких-то это, он вынужден лавировать или из себя изображать агента, который может что-то доносить в каких-то кулуарных вопросах, теневых, решать вопросы с Крымом. Но это заблуждение. Назарбаеву нужно... Он не будет провоцировать Россию, Кремль, и будет стараться уходить только в экономическое сотрудничество, но без политического контекста. Хотя это утопия, там, где сильные экономические связи, то следующая настройка, она всегда будет политическая. А это чревато потери власти для Назарбаева. И самое главное, он хочет обезопасить награбленное за 25 лет богатство своих коррумпированных. Поэтому это долгосрочная такая стратегия Назарбаева. С одной стороны, экономический союз, при этом он будет... Он уже выстраивает и отношения экономические с Китаем, с Турцией политические настройки делает. Это и создаёт тюркоязычный парламент, ещё что-то, для того, чтобы, в случае чего, апеллировать к многостороннему сотрудничеству, включающему Китай, Турцию, США и Европу. Вот в связи с этим у меня ещё такой вопрос. Ожидается 18 апреля проведение такой ассамблеи народа Казахстана. Я бы не ожидал ничего чрезвычайного от этого, но почему-то есть какое-то смятение душ в стране, что называется. Люди по каким-то непонятным мне пока ещё причинам чего-то большого ожидают от этой ассамблеи. Как вы считаете, это один из элементов фасада власти Назарбаева? Или он действительно может использовать вот эти вот инструменты? Ну, это инструменты известные. Назарбаеву выгодно показывать, как в Советском Союзе говорили, Казахстан — это лаборатория дружбы, национальности. Вот он изобрёл очередную ассамблею, которая ничего не решает, а она выполняет указания руководителя администрации. Все назначенцы, секретариат это напрямую работают. Это фактически отдел администрации президента по ассамблеи. Ему выгодно для международного имиджа. Имиджа это нужно. Это не, в первую очередь, для международного имиджа. А для внутреннего пользования он просто от имени ассамблеи, как будто это от имени. У нас же всё делается от имени народа якобы, но никто за это не отвечает. По ещё советской практике всё от имени народа, все их решения. Ну и ему хочется в очередной... Я не жду никаких каких-то резких, так скажем, перестроек в политике Назарбаева, потому что у него одна цель. И нужно исходить, для чего мотивы его, изучить мотивы. А мотивы у него одни – обезопасить свою награбленную. И ради этого он будет, конечно, пытаться построить новый фасад, возможно, и демократический. Не только для международного, чтобы не коснулись санкций, чтобы его не трогать. Ну и для Запада, с другой стороны, выгодно держать стабильное государство, потому что из Афганистана, мы знаем, выходит и коалиция западная, американцы, и все вот на этом он тоже умело, как хитрый и трусливый политик Назарбаев будет использовать все вот эти рычаги, чтобы на него не оказывали давление, а наоборот помогали, возможно, даже оставили часть вооружения, которое будет передаваться коалиции, западной коалиции американцам. Так что у нас один выход – это борьба и организация сопротивления с режимом Назарбаева. И самое главное – донести до народа, до населения, до каждого, о том, что реально творится в Акарде, и о том, как воруются деньги народные, и как разбазариваются, какая коррупция, уровень коррупции. Во главе всего этого стоит сам Назарбаев. И только акции гражданского неповиновения, самосознание гражданского общества, только это, возможно, во-первых, не с целью дестабилизации, а со сменой режима самого Назарбаева. Вот вы сейчас упомянули о том, что насколько важна международная составляющая во всей этой фасадной системе политической власти Казахстана. В связи с этим я вспомнил недавнюю статью Financial Times, в которой рассказали о кухне принятия подобного решения и лоббирования уже в современной Британии. Я имею в виду лоббирование у правительства Камерона. То есть до этого мы знали очень хорошо об взаимоотношениях Назарбаева с Блэром, но сейчас мы увидели, насколько глубоко реально проникла система такого как бы лоббирования, принятия решений. В частности, это проявилось в совершенно беспрецедентной попытке, ну, в истории Британии, по крайней мере, отозвать решение о предоставлении статуса политического беженства Мухтару Аблязову. И все это фактически происходит по заказам юридических фирм, по заказам частных расследовательских фирм, которые лоббируют специальные контракты, большие деньги. И достаточно открыто об этом уже заявляет сам Камерон и члены его правительства. Вот как вы считаете, это означает, что в принципе им удается все-таки реализовывать эту политику? Ну, вы понимаете, что Назарбаев действует как коррумпированный диктатор. У него неограничено в количествах награбленное за время его правления. Неограниченные финансовые возможности, которые, я подчеркиваю, коррумпируют. То, что как он рулит в Казахстане как диктатор, он вот такими же методами пытается и подкупить лоббиста, подкупить политиков и в Европе. Это очень опасная тенденция, я подчеркиваю, потому что она может и вот эта коррумпированная зараза от диктаторов, таких как Назарбаев, она может и вот эту европейскую демократические основы, государство европейское, она может разъесть коррупция, коррозия. И в итоге это очень, я бы сказал, очень страшная такая болезнь, она может поразить и европейских политиков. И мы прекрасно знаем, что и МИТТЛ в этом участвует, и другие. Но прежде всего, что касается Великобритании, я хочу подчеркнуть, что у Великобритании есть интересы в Казахстане экономические. И сейчас Министерство иностранных делов, двух стран подписали соглашение о транзите через Афганистан. По моей информации, Назарбаев лично давал указания Джекспеку, когда он был министром обороны, что пусть сам лично Камерон сюда приедет, тогда я только разрешу через свою территорию провозить военное снаряжение англичан в Великобритании. И это случилось ради Великобритании, как говорится, всегда интересы. Они непостоянные партнеры или друзья. Это еще и Черчилль сказал. Но что касается вот таких действий, то я подчеркиваю, что в настоящее время вот деньги, корруппированные деньги в Европе, это еще хуже, чем деньги Януковича. И вы посмотрите, как только Янукович сбежал из страны, как сменился режим, тут же начали отслеживать и блокировать все счета корруппированные вот этой верхушки Януковича. То же самое и европейские финансовые институты, они все прекрасно знают, все это актируется, все его активы за рубежом. В любой момент он может превратиться из такого якобы стабильного лидера в Казахстане. Якобы он там... Но все прекрасно знают и про кровавую бойню уже на Узене и о том, какие корруппированные богатства он за счет народа высосал из экономики Казахстана. Все это будет возвращено Казахстану. Вы знаете, вот, наверное, последний еще вопрос в связи вот действительно с этими событиями в Украине и позиции по аресту щитов. Я слышал, и я думаю, что вы знаете об этом гораздо больше, чем я, о том, что верхушка Казахстана, ну и в частности речь шла о роли в этом Масимова, еще до вот всех этих событий, в немалой степени вот сам Масимов способствовал переводу денег нынешней верхушки, прежде всего, Назарбаева, в страны Юго-Восточной Азии, там Гонконг, Сингапур. Вот насколько эта информация вы можете подтвердить, соответствует? И вот в частности, где вообще деньги хранит свои Масимов, например? Ну, в своей книге «Крестный тесть» в первой книге и во второй книге я детально и с доказательной базой публиковал о том, где он хранится. Все это организует ему американский лоббист болгарского происхождения Александр Мирчев. Он вместе с Масимовым организовывает сеть нелегальных трансферов. Фактически, это отмывание денег Назарбаева через банки в Абудабе, в Сингапуре, в Гонконге. И сейчас все деньги потихоньку уходят в Гонконг. Это все есть. И соответствующую службу я проинформировал. И на книгу уже никто не подал. Это же в свободном... Да, я только запретил. В легальном поле это все находится. Все эти документы, они находятся и в Австрии, и в австрийской прокуратуре эти есть. И других агентств, которые напитают. Все это протоколировано, это известно. Он... Назарбаев, он не может декларировать, он не может пойти не в один магазин в группе или еще что-то и легально заплатить. Потому что у него, мы знаем, зарплата около 15-20 тысяч долларов. И вот его легальный заработок. А на какие средства он покупает? Виллы, самолеты, пароходы и так далее. Как он отдыхает за рубежом? В прошлом году он отдыхал. Ну, мобильник Берлускони, Митл ему, его партнер, деловой партнер, он ему отдает свою, так скажем, 100-метровую яхту. Ну и другие вопросы. Все это запротоколировано, мы все это знаем. То есть в момент, когда что-то произойдет, Назарбаев, безусловно, лишится всего мгновенно. Правильно я понимаю? Конечно. Ну, это пример же Януковича. Ну да. Вот он пример Януковича. Другое дело, конечно, у него есть в запасе возможность бежать или в Россию, или в Китай. В Китае он построил себе ту же виллу на острове Хайнань. И все это он заранее, заблаговременно, как хитрый политик все это делает. И законы для этого делают. Но эти законы все не работают. После того, как сменится режим Казахстана. Спасибо вам большое за интересное интервью. И я ожидаю от вас новой информации о будущем. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok